Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Тверской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России Кашинский задержали двоих жителей республики Карелия. Они подозреваются в организации производства синтетических наркотиков. Предварительно было установлено, что один из злоумышленников приобрел дом в деревне Запрудье Калязинского муниципального округа Тверской области. Там он сообщником оборудовал нарколабораторию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Обнаружено специальное оборудование, средства индивидуальной защиты, емкости с жидкостями и более 19 килограммов порошкообразного вещества. Результаты исследований подтвердили, что изъятое является мифедроном. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Фигуранты заключены под стражу. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных. На улице Орженикидзе в Твери сотрудниками наркоконтроля МВД России по городу Твери задержана 27-летняя девушка, причастная к распространению наркотических средств. Девушка, не имеющая гражданства России, до момента задержания успела сделать тайник с закладкой, который был обнаружен оперативниками. В ходе личного досмотра у злоумышленницы полицейские обнаружили 19 аналогичных полимерных свертков с метадоном, которые она планировала распространить в Твери. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Следствием Тверского линейного отдела МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела о хищении 300 литров дизельного топлива с тепловоза. В ходе предварительного следствия установлено, что 33-летний машинист эксплуатационного локомотивного депо «Ржевская» и его 36-летний помощник во время проведения снегоуборочных работ на железнодорожной станции «Ржев-Балтийский» слили из бака солярку в заранее приготовленную тару. Бутыли с дизельным топливом сообщники сбросили в снег вдоль путей, а позже хотели вывезти похищенное. Но злоумышленники не подозревали, что находятся под наблюдением сотрудников транспортной полиции. На момент задержания мужчины успели сбросить с локомотива 10 30-литровых кекс с коляркой, причинив организации ущерб на сумму 13 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.